привет всем это исследователь хочу рассказать про usb 4g модем и это мегафон бывшие мегафон 152-2 и 100 м 100-4 характеристикам я у них вообще разница не нашел на самом деле это huawei конечно 132 72 другой 3372 они отличаются как видите размером по скорости работы я тоже разницы не нашел давайте посмотрим который меньше более плоский это холлый 3272 там есть две модификации с и аж у меня как я помню по моему с то есть посмотрите внимательно прошивки не путайте кто может зависнуть на вечно здесь два разъема под антенну по 2 антенны это как я понимаю мимо использовать две можно после оборудования оператора поддерживает это нужно потому что сигнал все время затухает очень быстро я подключал в 1 в одном гнездо антенну давала прирост скорости 3 в третьем поколении связи я получал максимально 22 на улице скорость 22 мегабит исходящая всегда около 3 мегабит это в идеальном варианте обычно 12 и для трансляции например стримов это конечно уже мало входящая у билайна было около пяти шести вот сейчас не остался интернет только рост целиком его скорость хуже и покрытие хуже конечно но на улице где-то 3 мегабита приемы и 2 исходящий это 3g хотя на самом деле как я сказал вполне 3g легко по планшету я поймал 22 мегабита а 4g теле 2 rus telecom я на улице померил в том же месте 15 мегабит в обе стороны что 4g это дает увеличение исходящего канала если вам нужно передавать именно данные для трансляции это когда ты транслируешь видео это крайне необходимо давайте посмотрим устройство карта памяти всегда они вставляют совершенно ненужная вещь светодиод нужно чтобы ориентироваться как он работает здесь должна быть ушко должно быть ушко для веревки чтобы не потерялись крышки здесь почему-то нет не знаю или на заводе китайцы не сделали то ли отлетела она сюда вставляется сим-карта на рисунке видите уголок срезанный справа вверху контакты естественно вниз очень неудобно сделано то что вставляется глубоко и те которые составна из трех частей сейчас сим-карты выдают они выскакивают серединке huawei мог просто сделать развернуть это гнездо и чтобы вставлялась со стороны мне нужно было вот это вот изгиб дурацкий делать но зачем лукнуть но это обыкновенное дело китайская игра инженерия она вся такая деграданская так и сказал этот почти что то же самое немножко в размерах он покрупнее м 104 называется модем для фоновский но они оба легко разблокируется его разблокировал прошивки опробовал stick и хайлинк два вида по мне примерно одно и то же какого суп преимущества у стика или холинка я не увидел хотя считается что холинк более такая прогрессивная новая вещь пытался подключить планшету через переходник иногда видит но в основном не получилось у меня подключить все инструкции я перечитал не не хватает не хватает что-то драйвера какого-то теряет из вида планшет пока что не справился поэтому если не получится то просто там само устройство уже меняйте у меня планшет 3g модуль я хотел вот 4g подключить и походить на улице померить скорость 4g как-то один раз он меня увидел а потом опять потерял из вида так что прогресс есть конечно четвертом поколении но реальная скорость это вот что я получил 15 мегабит это в хорошем месте в другом месте меньше было бы наверняка это на улице естественно то есть фактически очень и очень слабый прогресс 10 лет только что прошло как третье поколение петербурге мегафон стал развивать и что человек получает от 5 до 10 мегабит загрузка он скачивание и загрузка в интернет от 1 до 3 мегабит ужасном маленькие скорости естественно все это падает зданиях хорошо что исходящий канал хорошо четвертом поколении но те модемы которые они продают человек же ориентируется на характеристики вот называется вот этот модем 150 50 почему бы не получить эту скорость хотя бы ночью когда никого нет а ты нифига я никогда не получишь но вот это вот расстраивает конечно эта вещь этих теоретические какие-то где они в лаборатории получали пускай там и деньги получают в своих лабораториях человек смотрит что написано то и должен получить надоело вот этого кидалова как и с объемом устройств когда пишет 4 потом оказывается 53 сколько системы из операционной заняты сколько есть только и пишите пока что все модемы работают они нормально когда работают просто кончается трафик передачи данных либо скорость маленькая никаких претензий меня нет ну как я кроме тех что описал конечно sim карта которая гнется ну зачем вот это вот горку надо было делать прошиваются нормально стабильно конечно вроде как пишут путать нельзя и stick холинк какая-то особая процедура перехода но я переходил просто прошивку пихал или он переходил с одной на другую я думал может быть в стике или файлинке увидит быстрее планшет но тут не это не помогло на этом все до свидания подписывайтесь тестируйте стримки мега прогресс интернет всем пока